День в истории. 11 июля 1903 года родился легендарный советский разведчик Рудольф Айбель, настоящее имя Вильям Фишер. В этот же день 1918 года Совнарком России утвердил первый советский бюджет на полугодие. Стратегической целью большевиков, пришедших к власти в октябре 1917 года, было создание нового хозяйственного механизма, основанного на плановых началах. Вследствие этого большинство внимания советского правительства уделяло скорейшему созданию росписи общегосударственных доходов и расходов республики. 11 июля 1918 года в целях объединения всего медицинского и санитарного дела РСФСР СНК издал декрет об учреждении Народного комиссариата здравоохранения. Создано первое в мире министерство здравоохранения. Исполняющим должность Народного комиссара назначен Симашко. 11 июля 1919 года Владимир Ильич Ленин прочитал в Коммунистическом университете имени Свердлова лекцию о государстве. В этот же день 1923 года Народный комиссариат финансов принял постановление об эмиссии средств обращения с твердым курсом по золоту, транспортных сертификатов, пятерублевого достоинства. 11 июля 1942 года в деревне Туховежи Ленинградской области добровольно сдался в плен немцам командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант Андрей Власов. После допросов и бесед с представителями германского командования генерал Власов дал согласие сотрудничать с немцами. Напомним, что армия Власова уничтожила более 250 тысяч крестьян, рабочих и красноармейцев и партизан, сожгла более 120 деревень и поселков, уничтожила более 50 тысяч югославов. В этот же день вышел указ Президиума ВСССР об установлении ежегодного праздника Дня танкистов во второе воскресенье сентября. 11 июля 1946 года вышел в строй первый в СССР магистральный газопровод «Саратов-Москва» протяженностью около 850 километров. Газопровод «Саратов-Москва» – это грандиозное сооружение, длина которого составляет 843 километра. Он проходит через Саратовскую, Пензенскую, Тамбовскую, Рязанскую и Московскую области. С вводом этого газопровода ресурсы газа для Москвы увеличились в 5 раз. Для этого в 1945 году в столице проложили около 100 километров основных газовых сетей, не считая домовых вводов и разводок внутри зданий. Речь шла и о проведении строительно-монтажных работ, связанных с переоборудованием топок котельных жилых домов, бань, прачечных, хлебозаводов, лечебных учреждений и других потребителей с установкой в них газовой аппаратуры. 11 июля 1960 года ученые Сталинского Донецкого Политехнического Института разработали и ввели в действие установку по непрерывной разливке стали на Донецком металлургическом заводе имени Ленина. Установка по беспрерывному разливу стали позволяла в течение нескольких минут получить из жидкой стали готовые заготовки блюмсы. Весь производственный цикл превращения 140 тонн жидкой стали в блюмсы продолжался всего около часа. Таким образом, производительные процессы были полностью механизированы и автоматизированы. В этот же день 1973 году Леонид Ильич Брежнев получил Ленинскую премию за укрепление мира и дружбы между народами.